Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска двигатель 3.2 дизель полный привод, автомат год выпуска автомобиля 2008 пробег 138 тысяч на этом автомобиле мы сегодня заменим масло и масляный фильтр в коробке автомат поднимаем автомобиль сливаем масло и откручиваем поддон поднял автомобиль снял защиту вот наш поддон сидит он на герметике видать уже снималось, менялось на нем потому что герметик даже над резьбой сверху здесь вот пачками висит но чтобы удобнее было снять поддон нам надо снять вот эту траверсу на которую ложится крепление коробки и раздатки сейчас сливаем масло с коробки и снимаем траверсу поджимаем раздатку снимаем траверсу и откручиваем поддон головка здесь на 17 см головка здесь на 17 см и масло темненькое но не грязное поэтому не исключено что делали не так давно но человек приобрел автомобиль говорит я хочу быть уверен поэтому меняем все сливаем масло также здесь вот спереди я тоже снял защиту солью масло с охлаждения у нас где находится в радиаторе охлаждения двигателя и здесь же у нас находится вверху радиатор дополнительный на коробку чтобы масло у нас и оттуда вытекло по этой трубке сейчас не одну и рядом потом снимем вторую здесь сделаю так вот чтоб у нас не марался стабилизатор пусть стекает с этой стороны тоже снимем тут все а и и и а и и Все, авто же пусть стекает Одел на место Патрубок стекло Примерно где-то грамм 150-170 Примерно до 200, не более Одеваем на место хомуты В общей сложности Вакуумом я сначала вытянул 4 литра через щуп К сожалению, видео не снялось Думал, камеру включил, не включил камеру Вытянул через щуп Залил, прогнал во всех режимах И слил С коробки, с поддона И слил с радиатора И со второго радиатора Вверху там стоит дополнительный Сейчас снимаем траверсу И откручиваем поддон Откручиваем вот здесь с двух сторон С одной стороны и с другой стороны Головка на 14 Болты Эта подушка у нас к траверсу крепится Сделано, конечно, неудобно Вот к этому болту подобраться проблематично Ну, накидным ключом я подлез И ослабил его Ну, а дальше он крутится довольно-таки легко Можно было эти болты бы и снизу сделать Чтоб их закручивать Также с другой стороны Такой же болт Вот эти болты сняли Теперь снизу Вот здесь вот у нас Находятся две гайки Головка на 14 Их тоже откручиваем Гайки снял Вот они здесь стоят Все, теперь у нас траверса Только крепится по бокам Вот с одной стороны Два болта И также с другой стороны Болты на 14 Подставляем под раздатку Упор Так, упор поставили И откручиваем эти болты Болты на 14 Все, я даже лыжу полностью не снимал И я ее оставил Висеть на одном болту Хотя можно и снять Непринципиально Все Поддон у нас освобожден Теперь по периметру Откручиваем все болты Крепление поддона И будем его отрывать От герметика Болты на 10 Затянуты хорошо Откручиваем Открутил полностью по периметру поддон Хочу показать Трубка здесь Для щупа Имеет Место разъема Вот она Так как Поддон она идет Поварная И ее Можно не демонтировать Сверху На резинке Она там аккуратно сойдет Теперь подрываем Отверткой Герметик 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 вот так это все выглядит только зачем они садили на герметик непонятно она идет с прокладкой наверно новую прокладку не использовали садили на старую ну что берем чистим поддон а потом уже откручиваем масляный фильтр откручиваем масляный фильтр сидит он на двух болтах спереди один и один вот он сзади придерживаем его и откручиваем болт сейчас еще подбежит маленько масло приподниму ну скажу что фильтр не менялся фильтр стоит оригинальный сверху он очень грязный с налетом поэтому то что поддон посадили на герметик это быстрее всего ну моё опять же предположение это быстрее всего залипуха сняли намазали посадили сделали видимость работы берем новый фильтр и прокладку nakamoto f04 306 по оригинальному номер идет mr 52 88 36 достаем фильтр и устанавливаем его фильтр этот нет не моется он не металлический здесь синтетическое волокно с этой стороны стоит колечко уплотнительное берем его заводим в паз и наживляем также и спереди руки в масле поджимаем чуть-чуть фильтр пластиковый болты сильно тянуть не надо все новый фильтр мы установили протираем площадку прилегания поддона ставим прокладку и подтягиваем поддон я тоже помыл магниты почистил ну что протер прокладку на поддон поставил и сразу болты наживил на прокладку заводим трубку щупа на место и наживляем болты наживляем наживляем и протягиваем все поддон я протянул берем устанавливаем на место траверсу резьбы я сразу все смазал все поддон я все поддон я все поддон я Готово. наживляем и протягиваем все протянул все болты убираем упор опускаем автомобиль и заливаем масло ставим воронку и заливаем масло масло мы используем оригинальное АТФ-СП-3 оригинальный номер 4-х литровой канистры МЗ-320-216 вливаем также есть литровая канистра СП-3 МЗ-320-215 тоже вливаем пол канистры теперь заводим и проверяем уровень как практически на всех японцах на щупе написана жидкость которая используется АТФ-СП-320-216 АТФ-СП-3 МЗ-320-216 сейчас прогоню во всех режимах в данный момент масло перелил выше уровня на сантиметр прогнал по всем режимам проверяем уровень уровень сухо на самом кончике уровень сухо на 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 сухо Продолжение следует... Уровень у нас подходит к горячему. Выше холодного подходит к горячему. Сейчас прогреваем автомобиль и выставляем уже на прогретую коробку уровень. На этом все. Замену масла и масляного фильтра в коробке мы произвели. Всего вам доброго!